Пожалуйста, поставьте плюсики, если меня слышно хорошо. Сейчас мы немножечко подождем. Так, ну, вижу плюсики. Спасибо большое. Меня слышно, вижу, что хорошо. Ну, как сказала уже Татьяна Викторовна, тема нашего сегодняшнего вебинара – это ранняя профессиональная ориентация дошкольника как одно из условий повышения качества образования в современном мире. Ну, начнем с того, что ознакомление с трудовой деятельностью взрослых имеет решающее значение для формирования у ребенка первоначальника представлений о роли труда и значимости профессии в жизни общества. Мы знаем, что с трудовой деятельностью наши дети начинают знакомиться уже в детском саду. Те детки, которые не ходят в детский сад, ну, уже в районе двух лет дети начинают знакомиться с основными профессиями, которые видят чаще всего, да. Мы очень часто видим, как детки у нас играют в водителей, когда деток начинают водить к докторам, они начинают играть в доктора, да. Девочки очень часто любят играть в кондитера, повара для того, чтобы, ну, приготовить, поесть и показать эту деятельность, как бы, поиграть и показать эту деятельность окружающим. Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована в наших ВОСах, которые определяют содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей. Формирование обобщенных представлений о значимости труда взрослых требует наличия, прежде всего, у детей четких понятий о том, что в каждом процессе, в каком-то конкретном достигается определенный результат, имеющий точное значение удовлетворять ту или иную потребность, да. Когда мы работаем с ребенком, когда мы ему рассказываем о той или иной профессии, у нас ребенок всегда должен четко понимать каждый конкретный результат, да, зачем та или иная профессия, зачем тот или иной человек выполняет ту или иную деятельность. Это должны понимать детки. Следовательно, знание о назначении вещи позволит ребенку понять конкретную ценность каждого процесса, да. Допустим, зачем ребенок моет посуду, зачем шьется, допустим, то или иное изделие, зачем готовятся те или иные блюда, блюда, извините. Все это должен понимать наш ребенок. Педагоги и воспитатели готовят детей к тому, чтобы они в свое время могли смело вступить в жизнь, в самостоятельную жизнь, да. Мы знаем, что весь процесс нашей социализации, весь процесс обучения в школе готовит детей вступить в самостоятельную жизнь, да. Мы учим не только для того, чтобы передать знания, но и для того, чтобы ребенок самостоятельно мог использовать эти знания на практике. Поэтому знания о труде должны занимать одно из ведущих мест в образовательной работе детского сада, да. Профориентация, как бы, такой тонкой нитью должна проходить во всех направлениях, во всех направлениях работы не только воспитателя, но и логопеда, музыкального руководителя, психолога. Ребенка должны знакомить с отдельными профессиями, и эта работа должна быть не на уровне одной отдельной задачи, а как целостный органический процесс, да. Здесь у нас работает не только один, допустим, психолог, один логопед, один воспитатель. Они должны работать вместе, да, мы с вами должны объединяться, чтобы ребенок понимал, что это очень важно, и работать с ним не ситуативно, да. Допустим, как мы знаем, у нас есть часто профессиональные праздники, и из опыта могу сказать честно, ну, есть некоторые воспитатели, которые не хотят заниматься профориентацией, что они делают? Они отрабатывают, допустим, только профессиональные праздники, и все. Вот у нас, допустим, сегодня день повара, мы день повара отработали, и больше об этой профессии на протяжении там нескольких месяцев мы не вспоминаем, или даже на протяжении года мы не вспоминаем об этой профессии, потому что у нас нет этого праздника, да, так не должно быть, это должно быть всегда систематически. Социализация ребенка дошкольника проводится в большей степени через игру, как самый близкий и доступный, интересный для детей вид деятельности, да. Мы, опять же, с вами знаем тот момент, что игра – это ведущий вид деятельности наших дошкольников, да. Через игру нам проще всего донести ту или иную информацию до нашего ребенка. Решение задач по ознакомлению с трудом взрослых строится на игровой основе. То есть мы, так, извините, отвлеклась на чат, все строится на игровой основе, мы играем с детьми, и при этом мы представляем детям ту или иную профессию, да. Одна из основных задач дошкольного образования – это формирование положительного отношения к труду и первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека, да. А здесь мы должны настроить ребенка, что все профессии, ну, как у нас есть произведение, что все профессии нужны, все профессии важны, да. Этот момент мы должны донести и до ребенка, да, и мы должны рассказать о первичных представлениях о труде взрослых, да, и что приносит нам тот или иной, та или иная деятельность, тот или иной человек в своей профессии, и насколько это, опять же, важно. Для этого очень важно у ребенка-дошкольника развивать интерес к различным профессиям, да. Мы знаем, что у нас есть такие моменты, когда ребенок увлекается одной профессией, он изучает ее досконально от начала до конца, но при этом мы должны знакомить детей с множеством наших профессий. Необходимо знакомить детей и с профессиями, которые востребованы в современном обществе, но при этом мы не должны забывать о профессиях, которые, допустим, у нас уже вышли из, можно сказать, так, моды или вышли из данного времени в общество, с общественной деятельностью, извините, допрофессиональное самоопределение и ранняя профориентация детей является одной из важнейших составляющих процесса социализации ребенка, процесс сознательного и самостоятельного выбора своего профессионального пути. Ну, давайте определимся с вами, нужно ли, потому что очень часто слышим, что профессиональная ориентация в детском саду не нужна. Могу сказать, что это ошибочное мнение, потому что, естественно, в детском саду у нас дети не выбирают профессию, но если мы начнем знакомить детей с профессией, начиная с детского сада, ребенку будет потом уже намного проще выбрать профессию, так как он будет знать о ней больше. Профессиональное самоопределение – это не единовременное событие, а дело всей жизни человека. И начинается оно еще в дошкольном детстве, да, как я уже сказала. Да, вот вижу, что в чате пишут, что это нужно. Да, действительно, я согласна с этим, что это необходимо. Профессиональное становление неразрывно связано с возрастным развитием человека, и периодом дошкольного детства соответствует первый этап профессионального развития. Это этап формирования конкретно наглядных представлений о мире профессий. На этом этапе у ребенка должна сформироваться определенная наглядная основа, на которой будет базироваться дальнейшее профессиональное развитие профессионального самосознания, а также положительное отношение к профессиональному миру, людям труда и их занятиям. Да, вот вижу, что говорят, что это сенситивный период, да, это действительно так. А в процессе возрастного развития ребенок насыщает свое сознание разнообразными представлениями о мире профессий. Он в символической форме пытается проиграть действия представления различных профессий. Допустим, как я уже говорила, да, первая профессия, с которой знакомится у нас ребенок, и пытается, которую он проиграет, это водитель, это у нас врач, допустим, повар и так далее. Потом он уже, когда видит намного больше профессий, он пытается проиграть и другие профессии, допустим, продавец, да, и так далее. Некоторые элементы профессиональной деятельности ребенку еще трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую можно представить на основе наглядных образов, впечатлений, конкретных ситуаций из жизни и какие-то истории, да, мы можем рассказать нашим деткам. Профессиональные занятия и мероприятия для детей дошкольного возраста являются составляющими ранней профориентации, целью которой является допрофессиональное самоопределение дошкольников. А если мы говорим о ранней профессиональной ориентации, то она у нас призвана дать ребенку начальные и максимально разнообразные представления о профессиях. Здесь мы должны дать немного знаний, но познакомить со многими профессиями, да. Детки у нас должны знать не одну-две профессии, естественно, а как можно больше. Сформировать у ребенка эмоционально положительное отношение к труду и профессиональному миру. Здесь мы должны донести до ребенка, что каждая профессия появилась у нас не случайно, каждая профессия у нас приносит пользу, и эту пользу мы тоже должны рассказать и представить ребенку. А следующий момент, что у нас дает наша профессиональная ориентация, это предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности, с тем, чтобы позже в подростковом возрасте ребенок смог анализировать профессиональную сферу более осмысленным и чувствовать себя при выборе профессии более уверенно, да. Мы знаем, что у нас детки, когда в подростковом возрасте выбирают профессию, очень часто они не знают о многих профессиях. И знают одну-две профессии, естественно, выбирать не из чего, и ребенку выбрать свою профессию уже в подростковом возрасте намного сложнее. Именно поэтому мы начинаем нашу работу по профессиональной ориентации именно с детского сада. Следующий момент – это работа профессиональной ориентации, но это то, что касаемо, мы немножко отойдем, то, что касаемо взрослых деток, работа по профессиональной ориентации проводится по нескольким направлениям. Первое – это информирование, это передача сведений, да. Мы рассказываем детям о том, что такое профессия, ее основные моменты, что для этого нужно, и моменты, где можно ее получить. Следующий момент – это, опять же, касаемо взрослых детей, диагностика и оценка индивидуальных особенностей, да. Здесь мы диагностируем ребенка, его интересы, склонности, возможности, мы определяем, да. И следующее – это профессиональное инсультирование, профконсультирование, да, помощь в разрешении проблем, если таковые у нас существуют. Но это то, что касается взрослых детей, опять же, я повторяю. Основными направлениями в ранней профессиональной ориентации является это профессиональное воспитание, как я уже говорила. Здесь у нас формирование у детей интереса к труду и формирование трудолюбия, да. Это, опять же, мы с вами знаем, что закладывается в нашем дошкольном возрасте. И следующее, что мы делаем в дошкольном возрасте – это профессиональное информирование, это обеспечение детей информацией о мире профессий. Эти оба процесса нуждаются в руководстве со стороны взрослых, и оба процесса могут быть реализованы в условиях дошкольной образовательной организации. На практике ранняя профессиональная ориентация в дошкольной образовательной организации заключается в создании и реализации комплекса психолого-педагогических средств, методов воздействия на личность ребенка с учетом его возрастных особенностей, направленных на зарождение профессионально ориентированных интересов и склонностей, а также в создании, соответственно, предметно-пространственной развивающей среды, да. Мы знаем, что мы не только должны рассказывать детям о той или иной профессии, но и мы знаем, что дети наглядно намного лучше воспринимают информацию, да. Если у нас будет хорошо организована предметно-пространственная развивающая среда, то детям будет намного проще понять ту или иную профессию. Кроме того, ранняя профессиональная ориентация включает в себя информационные консультации для родителей, которые направлены на приобщение родителей к совместной дошкольной образовательной организационной работе по ранней профессиональной ориентации детей, да. Здесь у нас, опять же, родители, они такая связывающая такая цепочка с детьми, да. С родителями мы тоже должны проводить, ну, не профориентационную работу, но информационные консультации, да. Родители у нас тоже должны быть включены в эту деятельность. Задача профориентационной работы, извините, задача профориентационной работы с детьми дошкольного возраста, а дошкольный возраст традиционно, мы знаем, что подразделяется на периоды, это младший дошкольный возраст, у нас 3-4 года, это вторая младшая группа детского сада, а средний дошкольный возраст 4-5 лет, это средняя группа детского сада, и старший дошкольный возраст 5-7 лет, старшие подготовительные группы детского сада, да. Если берем мы с вами деток первого уровня, так сказать, это 3-4 года, дети младшего дошкольного возраста, какие же задачи здесь стоят перед нами, что мы должны делать с детками в этом возрасте? Это формировать первоначальное представление о некоторых видах труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах, да. А здесь мы с вами только первичные и первоначальные представления о некоторых видах труда. Опять же, информацию о детях мы не перегружаем, да. Учить вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную на заботу о людях, да. Дети у нас должны понимать, что вся наша деятельность, вся наша трудовая деятельность, она направлена на заботу о людях. Следующее – это обращать внимание на положительных сказочных героев и персонажей литературных произведений, которые трудятся, да. Здесь мы должны прививать то, что труд у нас приносит, опять же, положительные результаты, и это мы делаем через сказочных героев или через героев мультфильмов. Следующий момент, следующая задача – это развивать представление об использовании безопасных способов выполнения профессиональной деятельности людей ближайшего окружения, да. Если мы что-то повторяем, у нас это все должно быть безопасно. А если мы говорим о второй группе детей, то здесь у нас уже следующие задачи – это формировать представление о профессиях, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества. Здесь уже более полная информация, информации здесь у нас должно быть больше. Следующее – формировать представление о сложных трудовых операциях и механизмах. Также формировать первичные представления о мотивах труда людей, да. Здесь дети, опять же, у нас должны получать информацию, зачем у нас та или иная деятельность, да, какой мотив той или иной деятельности. Формировать представление о видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям и описанных в художественной литературе. Здесь у нас подключаются уже рассказы. Мы работаем не только со сказками и не только с мультиками. Следующий момент – это учить сравнивать профессии, да, кто что делает, какую деятельность выполняет и чем они у нас отличаются. Следующая задача – это учить вычленять цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющие понятную ребенку результат, да. Каждый ребенок у нас должен понимать, зачем та или иная деятельность производится и знакомить с наиболее распространенными видами профессиональной деятельности, связанными с чрезвычайными ситуациями, да. Здесь у нас уже подключаются наши сотрудники медицинской помощи, полиции и так далее, да. Здесь мы уже более обширно знакомим деток с этими профессиями. Следующий возраст – это у нас возраст 5-7 лет. Дети подготовительной и старшей группы. Здесь делятся на два блока – 5-6 лет. Здесь мы расширяем и систематизируем представление о труде взрослых, материальных и нематериальных результатах труда, его личностной и общественной значимости, да. Мы знаем, у нас есть материальные результаты нашего труда, это конкретно какая-то вещь, какое-то произведение, и нематериальные результаты, мы это тоже должны объяснять детям, что если мы не видим результат труда, это не значит, что его нет. Также мы расширяем и систематизируем представление о разнообразных видах техники, которая облегчает выполнение трудовых функций человека. Здесь мы знакомимся с техникой, объясняем деткам, зачем эта техника, зачем тот или иной станок, допустим, используется, и что он делает. Формировать первоначальное представление о труде как экономической категории, да, что это все связано с экономикой. Формировать представление о различных сторонах трудовой деятельности средствами художественной литературы, да. Это у нас из предыдущего блока, мы также продолжаем это делать. Систематизировать знания о труде людей в разное время года, да. Мы должны объяснять, что есть какие-то сезонные профессии, которые востребованы в то или иное время года. И здесь мы знакомим с трудом людей, творческих профессий, допустим, художников, писателей, композиторов, мастеров народно-декоративно-прикладного искусства. Мы расширяем знания уже детей о профессиях. Что касаемо 6-7 лет, какие же у нас здесь с вами задачи? Это расширять и систематизировать представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Сюда у нас входят цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личную социальную и государственную значимость, представление о труде как экономической категории. Расширять и систематизировать представление о современных профессиях. Мы знаем, что с каждым годом у нас добавляется определенный блок профессий, которых не было до этого, которых не было ранее. Мы должны своевременно познакомить детей с этими профессиями, чтобы дети знали о них. Расширять представление о профессиях, связанных со спецификой местных условий. Мы не должны забывать, что... Ну, есть такая поговорка, где родился, там и пригодился, да? И дети должны знать отличительные особенности своего края и отличительные особенности профессий своего края. Расширять представление о роли механизации в труде, о машинах и приборах помощников человека. Также формировать представление о видах производственного труда, то есть шить, производство продуктов питания, строительства и обслуживающего труда, медицина, торговля, образование, о связи результатов деятельности людей различных профессий, да? Здесь мы должны показывать детям, что профессии у нас связаны между собой. Допустим, ну, тот же врач не может поставить точный диагноз, ну, возможно, очень часто, без профессий, которые находятся рядом с ним, да? Без определенной, допустим, диагностики УЗИ, без анализов мы должны также рассказывать детям, что есть профессии, которые очень тесно связаны друг с другом. Допустим, тот же самый водитель трамвая не всегда может пользоваться трамваем как средством своего труда, если, допустим, тот же самый механик не осмотрит этот трамвай и не исправит какие-то моменты в его работе, если он где-то сломался. Следующий момент – это реализация обозначенных задач, позволяет к моменту совершения дошкольного образования достичь следующих результатов. А что же должны наши детки уметь, когда они у нас выпускаются из детского сада? Ребенок знает о назначении техники и материалов трудовой деятельности взрослых. Он знает, зачем нам та или иная техника и зачем нам тот или иной материал. Называет профессии разных сфер экономики. Также различает профессии по существенным признакам, да? Либо это какие-то приборы, которые используются в той или иной профессии, либо это внешний вид, так же ребенок должен отличать. Также называет профессионально важные качества представителей разных профессий, да? Что необходимо той человеку с той или иной профессией. Также выделяет структуру трудовых процессов. Это цель, материалы, инструменты, трудовые действия и результат. Также объясняет взаимосвязь различных видов труда и профессий. Объясняет роль труда в благополучии человека. Ну, ребенок говорит, зачем нам тот или иной труд. Также имеет представление о семейном бюджете и назначении денег, да? Мы сейчас очень часто видим и слышим о том, что финансовая грамотность детей тоже ставят на ведущее место. Также ребенок у нас моделирует в игре отношения между людьми разных профессий, участвует в посильной трудовой деятельности взрослых и эмоционально положительно относится к трудовой деятельности и труду в целом, да? Мы доносим до детей, что все профессии важны, да? Мы должны донести до детей, что каждая из профессий приносит пользу людей, что она создана не зря. Потому что очень часто, ну, не буду называть такие профессии, но родители говорят, будешь плохо учиться, там будешь таким-то, таким-то. Нет, мы должны донести до ребенка, что каждая профессия, каждая деятельность приносит пользу. И в этом нет ничего плохого. И также ребенок должен, ну, опять же, ребенок у нас демонстрирует и показывает осознанный способ безопасного поведения в быту. Мы должны не только познакомить деток с той или иной профессией, но и помочь им в дальнейшем в социализации. А достижение заявленных результатов возможно, если в дошкольной образовательной организации, я уже говорила ранее, ведется планомерная профориентационная работа с воспитанниками. Пути реализации задач профессиональной работы с детьми дошкольного возраста. Формирование у детей представлений о труде взрослых в рамках партиальных образовательных программ дошкольного образования, да? У нас, как я уже говорила, должна быть не ситуативная эта работа, а должна быть планомерная и постоянная работа. Данное направление работы осуществляется на протяжении всего периода получения воспитанниками дошкольного образования. И реализуется, первое, это в присущих дошкольному возрасту видов детской деятельности. Это в игровой, изобразительной, трудовой, музыкальной, ну трудовая у нас исключена, мы знаем, да? А музыкальная, коммуникативная и физическая. А следующее, это у нас процесс специально организованных педагогическими работниками форм работы. Это занятия, если возможно, у нас это экскурсия. Часто для экскурсии мы можем подключить родителей, которые, допустим, ну, организуют экскурсию на какое-то безопасное, естественно, производство. И познакомят детей с той или иной профессией. Сейчас есть замечательная возможность это виртуально посетить ту или иную, тот или иной центр. И дети у нас более полно могут, более полно могут познакомиться с профессией. Ну, вот вопросы, как быть с трудовым воспитанием. Ну, мы знаем, что сейчас трудовая деятельность у нас исключена. А здесь мы можем, ну, допустим, раньше... Так. Да, ребенок подготовительной группы у нас может какую-то легкую, опять же, трудовую деятельность выполнять. Это действительно так. Так, извините, я отвлеклась на чат. И... Да, я согласна с вами. Трудовую деятельность не могут выполнять, опять же, наши маленькие детки. Подготовительная и старшая, опять же, посильный труд. Но здесь мы, детей, опять же, ну, не заставляем делать какие-то определенные трудные задания и трудные задачи. В различные разделы программы дошкольного образования включаются сведения о деятельности взрослых и в труде, условиях и целях труда, методы формирования трудовых навыков с целью общего развития детей и ориентации их профессиональной деятельности взрослых. Среди имеющихся на сегодняшний день, ну, какие у нас программы существуют? Это авторская программа «Шатовая дошкольника и экономика» и игровая развивающая программа «Мир профессий». Что касается программы «Дошкольник и экономика», она рассчитана у нас на работу с детьми старшего дошкольного возраста и структурно состоит из четырех взаимосвязанных блоков. Это труд-продукт, деньги, куда включена цена и стоимость. Третье – это реклама, желание и возможности. И полезные навыки – это четвертый блок. И привычки в булту – это тоже экономика. Занятия по программе проводятся в различных формах. Это занятия соревнования, занятия путешествия, занятия экскурсии, занятия викторины и какие-либо у нас игры. Какие же игры у нас заявлены? Это заявлены следующие способы реализации программных задач. Это ознакомление детей с денежными единицами различных стран, проведение сюжетно-ролевых игр. Туда у нас входят такие игры, как банк, кафе, супермаркет, путешествие, аукцион. Организация настольных игр экономической тематики. Очень всем известная – это «Монополия». Это у нас «Лунафарк» и «Денежный поток». «Монополию», наверное, знают у нас просто все. А также организация развивающих игр – это «Пятый лишний». «Подбери витрину для магазина», «Кому что нужно для работы», «Проведение экскурсии в магазины и банки», «Решение арифметических задач», «Разгадывание кроссводов», «Экономического содержания». Очень легкие кроссворды при помощи воспитателя или психолога дети могут это у нас делать. А также чтение сказок экономического содержания. Допустим, «Удивительные приключения в стране экономика», «Экономика в сказках и играх». И также программа адаптирована как для занятий в дошкольно-образовательной организации, так и для домашнего обучения. То есть родители, которые у нас заинтересованы, они могут в домашнем формате это все у нас проиграть и помочь ребенку с ознакомлением с миром профессий. А также программа вторая – это программа «Мир профессий». Она подразумевает формирование представлений о профессиональной деятельности взрослых посредством специально организованных профориентационных сюжетно-ролевых игр. Заявляются следующие задачи программы. Это выявление и формирование профессиональных интересов детей, поддержка и развитие их природных дарований. Психолого-социальная ориентация детей, развитие у детей в ходе игровой деятельности трудовых навыков, формирование мотивации и интересов детей с учетом особенностей их возраста и состояния здоровья. Эта программа учитывает тематику сюжетно-ролевых игр с производственными и бытовыми сюжетами. Основа и других программ дошкольного образования дополняется значительным количеством сюжетно-ролевых игр профориентационной направленности. Эти игры у нас включены в нашу программу. Программа у нас составлена циклично. Тематика игр частично повторяется в каждой в игрозной группе с расширением и усложненным видом. Мы знакомы сначала с небольшим количеством информации и с каждым годом наша программа усложняется. Подборка игр производится по возрастным диапазонам и может варьироваться в соответствии с местными условиями. Как я уже говорила, у нас местные условия должны быть тоже задействованы. Игры включают ролевое участие детей в максимальном числе понимаемых для данного возраста профессий. В целом программа предусматривает ознакомление детей более чем с 80 профессиями. Это касаемо именно вот этой второй программы. В дошкольной образовательной организации задачи по формированию представлений о людях различных профессий целесообразно решать не только непосредственно в образовательной деятельности, но и вне ее. Мы знаем, что родители у нас должны быть включены в эту деятельность. Ранняя профессиональная ориентация будет эффективна при условии наличия выстроенной системы работы с разработанным перспективным планом и соответствующим методическим и наглядным материалом. Как я уже говорила, мы должны не только рассказывать детям о той или иной профессии, но это должны показывать наглядно. Ну, как мы знаем, что многие дети сейчас очень любят так называемые квесты. И в детском саду мы тоже можем... Так, ну вот немножечко отвлекусь, увижу вопрос, пока быстренько отвечу на него. У специалистов свой график и план работы тут я с монополией, поэтому я и говорю, что это должно быть не только ваш посыл. Сейчас у нас конец года, и мы можем включить ту или иную деятельность в общий план, чтобы у нас наши воспитатели были в курсе о том, что мы тоже проводим свою работу, что нам тоже нужно работать. И мы включаем этих детей. Так, еще следующий вопрос, тоже пока вижу, это о детях с раз. Но мы знаем, что исключить этих деток из группы мы не можем, но включать их и пытаться включать в эту деятельность мы должны. По-хорошему, у этих детей должны быть тьютеры, которые также нам должны помогать. Если нет, то стараться включать этих детей, но только потому, что у нас находится ребенок с ОВЗ в группе, мы не должны не проводить профориентационную работу с детьми. Понимаю, воспитателям очень сложно сейчас, потому что нет тьютеров действительно в наших образовательных организациях, но исключать в этот момент профессиональной ориентации мы не должны. Ну, давайте вернемся к нашим квестам. Игра-квест как форма образовательной деятельности со старшими дошкольниками. Ну, в соответствии с законом образования последним нашим, дошкольное образование стало самостоятельным уровнем общего образования, и это у нас значительно повышает предъявляемые к нему требования. Развивающее взаимодействие ребенка со взрослыми и с верстниками является основной дидактической технологией в возрасте дошкольного образования. Ребенок-дошкольник, человек-играющий, поэтому обучение входит, как я уже говорила, да, обучение входит через игру, да, и в квесте, это квест у нас, приключенческая игра, всегда предполагается задание, в котором необходимо что-то разыскать, допустим, предмет, подсказку, сообщение, чтобы двигаться дальше, да, у нас должен ребенок что-то отгадать, чтобы он мог двигаться дальше. В случае проведения его в детском саду, дети должны проходить уже по заранее разработанному маршруту, разгадывать ребусы, головоломки и другие интеллектуальные загадки, выполняя двигательные или творческо-ориентированные коллективные задания и находя подсказки. При этом основным фоном такой игры является, собственно, познавательное повествование и обследование мира. Это хорошо характеризует игру квест как уникальную форму образовательной деятельности, да, оно объединяет в себе различные виды двигательной, познавательной и, так, сейчас, извините, двигательная, познавательная исследовательская, продуктивная, коммуникативная и музыкально-художественная деятельность. Я вот краем глаза смотрю, возникают вопросы, где найти квесты. В интернете очень множество квестов, которые вы можете найти. Точно так же вы можете разработать на основе этих квестов какой-то свой квест. В каких бы условиях не проводился квест, это может быть отдельное помещение, здание всего детского сада, если на это пойдет ваш детский сад, или же уличная веранда, там, спортивная площадка, или на прогулке. Также основными задачами будут это способствовать, квест должен у нас способствовать всестороннему развитию детей, развитие социально-коммуникативных качеств путем коллективного решения общих задач, да, у нас задача ставится перед всей группой, перед всеми детьми. А также пробуждение к познавательной исследовательной деятельности, благодаря погружению в различные игровые ситуации. Обеспечение интеграции, содержание различных образовательных областей, это социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. Также создание положительного эмоционального настроя, да, дети у нас, могу сказать честно, очень любят игры-квесты, и, естественно, они относятся к этому положительно и всегда с хорошим настроением. Выбор сюжетом квеста может диктоваться календарной или проектной тематикой, или же решением конкретной педагогической задачи. Ну, основная наша задача, это мы знаем, что расширить знания детей о профессиях. Персонажи и их количество определяется не только сюжетной линией, но и необходимость перемещения детей по нескольким группам одновременно, или же, если это проводится, допустим, в одной группе, у нас все станции могут находиться в одном и том же помещении, но, опять же, я говорю, если дети двигаются с одной группы в другую, с одного места на другое, это намного интереснее и намного больше захватывает детей. Какой же у нас план подготовки игры-квест? Он включает в себя обязательные пункты. Это написание сценария, содержащего информацию познавательного характера. Следующее – это подготовка продукта, так называемого, для поиска, да, что у нас должны и что у нас будут искать наши дети, что они должны найти, чтобы перейти к следующей станции. Это у нас может быть карта сокровищ, клад, перестяная грамота, подсказки и так далее. Следующий момент – это у нас очень точно должно быть работана карта маршрута передвижения, да. Во-первых, он должен быть непривычным, но при этом безопасным для детей. Во-вторых, для повышения интереса детей способы передвижения могут быть различными, да. Там мы можем предлагать деткам закрыть глаза, там, присесть, встать и так далее, да. Какая-то двигательная активность, потому что дети дошкольного возраста, мы знаем с вами, очень активны, и мы должны этому способствовать. У них должно быть достаточное количество с посещением малоизученных уголков, да. Может быть, есть какие-то комнаты, какие-то уголки нашего детского сада, куда дети не ходят, но при этом посещение этого момента будет безопасным для детей, и, значит, мы можем им позволить посетить этот уголок. При методической разработке заданий необходимо опираться не только на уже имеющие знания, умения и навыки детей, но и учитывать, мы знаем, что зона ближайшего развития ребенка. Вот вижу, что говорят, что мы должны взаимодействовать с родителями. Да, очень многие родители сейчас очень активно включаются в работу. Есть такие, даже если родители группы не особо активны, всегда найдется несколько родителей, которые очень активно работают с детьми, даже если это один-два, этого достаточно. Следующее по плану у нас это художественное оформление остановок по маршруту поиска. Наше оформление, оно должно соответствовать тематике и содержать в себе подсказку направления для продолжения пути. Благодаря проведению квестов в предметно-развивающая среда учреждение всегда мобильное. Это соответствует нашим требованиям в ГОСТ. Подготовка реквизита для проведения каждого задания – это основа успеха любого квеста. Если у нас не будет реквизита, будет стать просто воспитатель с заданиями, детям это будет не очень интересно. Мы реквизит можем приготовить вместе с детьми. Допустим, детки 5-7 лет это уже могут делать, обладая даже небольшими знаниями по этой теме, и получив определенную свободу мышления, почти без вмешательства взрослых, дети могут самостоятельно добиться того или иного результата. Таким образом, квест-угра у нас стимулирует педагогов к переходу от авторитарного стиля, где у нас педагог главный со старшими дошкольниками, а к партнерским взаимоотношениям. Результаты во время проведения – это большой эмоциональный заряд, а также сплочение коллектива, и у нас здесь идет познавательная и речевая активность. Огромным плюсом проведения такого мероприятия является совместная работа всех ведущих специалистов дошкольного учреждения. Мы включаем и родителей, и всех других специалистов. Давайте мы отойдем от игры квеста. Для ознакомления детей с трудом взрослых можно применять традиционные методы обучения. Это словесный, наглядный, практический и игровой. Но, опять же, могу сказать, что игровой – это самый интересный для детей. Но в этой практической деятельности все методы применяются, извините, не разрозненно, а в сочетании друг с другом. И система работы по формированию у детей о процессе труда взрослых строится по трем основным линиям. Это приближение детей к труду взрослых, приближение работы взрослых к детям и совместная деятельность детей и взрослых. Для того, чтобы у нас было все хорошо и все положительно, осознать общественную значимость труда взрослого ребенку помогают дидактические игры. Это игры с предметами, настольно-печатные игры и словесные игры. Что касаемо сюжетно-ролевой игры, которую у нас никто не отменял, это не только ведущая деятельность дошкольника, но и необходимое средство реализации задач ранней профессиональной ориентации. В нашей игре педагогу следует стимулировать детей в ходе профориентационных сюжетных игр. Это воспроизводить наиболее характерные трудовые действия и результаты труда. Допустим, водитель управляет автомобилем, следит за неисправностью машины, продавец взвешивает и отпускает товар. Также мы должны стимулировать детей принимать на себя игровую профессиональную роль, участвовать в несложном ролевом диалоге. Также правильно называть себя в игровой роли. Допустим, я водитель, я завожу мотор. Правильно он должен произносить наши игровые действия. Здесь у нас идет тоже развитие нашей речи. Передавать сюжет из нескольких профессиональных действий. Парикмахер моет голову, стрижет и так далее. Самостоятельно пользоваться деталями костюмов для исполнения той или иной роли. Ребенок должен знать, для чего у нас та или иная деталь костюма, та или иная отличительная черта. И договариваться в совместных действиях. Если дети играют группой, то ребенок должен уметь договориться, у кого какая роль. В средней группе появляются игры с более сложным сюжетом. И в ходе профориентационных сюжетно-ролевых игр педагогу следует стимулировать детей это строить сюжет из четырех-шестисмысловых эпизодов, исполнять в одной и той же игре разные роли в соответствии со смыслом разворачиваемого сюжета, самостоятельно распределять роли с учетом возможностей, интересов и желаний друг друга, находить предметы заместителя. У нас не всегда есть те или иные предметы, ребенок должен их использовать, то есть развивать фантазию. Если говорим о старшей и подготовительной группе, что у нас здесь? Здесь у нас совершенствуются игры, в которых отлажены отдельные профессии. Вводить в игру новые атрибуты, у нас уже должен ребенок технику и инструменты. Вводить в игру новые роли специальности, пилот, стюардесса, капитан и так далее. Расширять набор сюжетов для игр. Сюда, допустим, включены пицарня, банк, аптека, театр и так далее. Если говорить об оснащении предметно-развивающей среды в нашем детском саду, это у нас должно быть подбор художественной литературы, энциклопедии, самодельных книжек малышек, связанных с темой профессии в книжном уголке. Краем глаза говорят о лэпбуках. Да, лэпбуки, они очень хорошо помогают. Следующее, это создание картотек пословиц, поговорок о труде. Также туда можно включить загадки, стихи, песни. Также подбор иллюстраций с картинами, раскрасками с профессиями и так далее. Подбор изготовления дидактических игр по ознакомлению с профессиями. Также подбор демонстрационного материала по теме профессия. Подбор мультфильмов, каких-то видеороликов. Но опять же, эти игры и видеоролики должны быть понятны детям. Они должны быть также связаны с профессиями. Выпуск, допустим, настенной газеты, посвященный профессиям взрослых. Настенную газету мы можем, опять же, готовить самими детьми. А следующее, оформление альбома о профессиональных династиях воспитанников. Если есть такое, сюда мы подключаем наших родителей, бабушек, дедушек. И дети обычно очень гордятся этим моментом, и их это очень заинтересовывает. Также возможно оформление альбома с фотографиями, допустим, профессии наших родителей. И материалы для сюжетно-ролевых игр. Ну и в заключении хотелось бы сказать, что проводимая профориентированная работа позволяет ненавязчиво подвести детей к важному выводу, что труд и профессиональная деятельность являются значимой сферой жизни. И сейчас вот, ну, как бы, конец моего вебинара. Извините, немножко отвлекаюсь на чат. Если есть какие-то вопросы, да, мы... Извините, я готова ответить. Мы с вами поработаем в таком режиме вопросов. Прошу вопросы писать в отдельную папочку, вопросы, чтобы я не листала весь чат, потому что сообщений приходит очень много, и я постараюсь ответить именно на ваши вопросы. Так, ну, если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Сейчас одну-две минуточки я жду, и потом уже Татьяна Викторовна переключится. Большое... Пожалуйста, так, ну, спасибо за благодарность. Было очень приятно работать сегодня. Очень рада, если моя информация вам помогла. Спасибо большое. Так. Что касаемо... Так, какие еще новые формы работы можете предложить по профориентации с детьми, кроме квеста? Ну, новые именно такие нет, но это то, что мы используем. Это мы используем экскурсии, это мы используем какие-то акции, где мы знакомим детей с той или иной профессией. Ну, опять же, наши интернет-экскурсии никто не отменял. Сейчас множество платформ, которые могут помочь детям познакомиться с той или иной профессией. Ну, опять же, те же самые профориентационные игры тоже никто не отменял. Могу сказать честно, прям такого... Чего-то прям, естественно, нового еще пока так много не придумали. Ну, это вот, ну, как бы, такие основные моменты. Так, ну, вот пишут, что прошел конкурс. Да, сейчас начинают проводиться конкурсы всевозможные, всеразличные. И это очень нравится нашим дошкольникам. Ну, давайте, жду еще одну-две минутки, и тогда отключаюсь, если есть вопросы. Давайте я тогда... Подскажите, пожалуйста, каким образом возможно вовлечь большое количество родителей в дистанционное общение. Ну, одним из моментов это какие-то группы в Вайбере, в WhatsApp. Но могу сказать честно, если родители изначально не хотят быть вовлечены в эту деятельность, ну, какие бы вы способы не предполагали, это все равно останется именно вот на уровне нежелания. Чаще всего нас подвигают какие-то, допустим, адресные просьбы. Если вы обращаетесь конкретно к самому родителю, то, естественно, он уже, ну, как бы не особо может вам отказать. Поэтому, может быть, посредством именно адресного обращения к тому или иному родителю вы сможете его вовлечь. Допустим, он помог вам раз, два, и он уже более, ну, как бы больше включен в ту или иную деятельность. Так, ну, вот вижу, проведите вебинар по квестам по ранней профориентации. Но если есть такой запрос, мы, ну, будем думать над вашим предложением. Так, ну, смотрим, что у нас еще. Ну, да, действительно, посредством личного общения они больше откликаются. Действительно, это так, потому что дистанционно нам, ну, мы знаем все психологии, дистанционно нам проще всегда отказать, да? Ну, давайте еще смотрю в вопросах, есть ли что-нибудь. Так, ну, вот у меня общий чат убежал, к сожалению. А можно ли организовать квест-игру в онлайн-режиме? Ну, если только мы подключаем детей дошкольного возраста вместе с родителями, да? У нас не всегда дети могут подключиться к сети, сидеть за компьютером долгое время. Это составляет именно определенную сложность. Да, конечно, онлайн-квесты у нас есть, но, опять же, здесь у нас должны быть наши родители. Так, ну, по тому, как получить сертификат, Татьяна Викторовна вам сейчас еще разочек расскажет. Но если есть какие-то вопросы, я сейчас в общий чат могу написать личную почту. Только, пожалуйста, вопросы по тому, как получить сертификат, это не ко мне, да? А если есть какие-то вопросы, если вопросы возникнут немножечко позже, вы можете написать мне на почту, и мы уже с вами тогда разберем в индивидуальном порядке. Ну, сразу ответить не обещаю, но в течение, допустим, недели, полутора недель я отвечу и вам, ну, тогда помогу. Вот сейчас отправляю в общий чат свою электронную почту, посмотрите, пожалуйста, кому интересно, можете записать, и мы с вами уже в индивидуальном порядке все посмотрим. Так, ну, давайте вот еще разочек я пишу свою почту, и тогда я отключаюсь. Все, ну, вот почту я написала, и теперь жду Татьяну Викторовну. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok